Ответить перед законом за нечистоплотность рискуют и иркутские автомобилисты. Инспекторы ГИБДД проводят в городе акцию «Чистый номер». Впрочем, сегодня наша съемочная группа предоставила автомобилистам шанс избежать наказания. Что для этого нужно было сделать, расскажет Петр Нюпокоев. Время грязных номеров наступило, поэтому сегодня мы, новости по будням, вместе с Иркутской ГИБДД проводим акцию «За чистый номер». И вот наши помощники – ведерко и вода. Чистая вода пригодится даже не нам, а тем автолюбителям, которые забыли отмыть свои номера от грязи. А таких на иркутских дорогах – каждый третий. Водитель Владимир Фурзанов – первый, на кого обратили внимание сотрудники ДПС. В любой другой день не избежать мужчине штрафа в 500 рублей. Но сегодня у автомобилиста есть альтернатива – ликвидировать нарушения на месте. Две минуты – и номера чистые, и деньги в сохранности. Не успели еще. Видите, какие дороги у нас грязные. Только посохло маленько. Вчера был снег. Не успели, смотря, еще помыть. Можно ведерко? Пожалуйста. А у нас уже очередь, да, за ведерком? Давайте. Вода и тряпка на расхват. Никто не хочет платить штраф, хотя водители по-разному относятся к нашей акции. Одни с юмором, другие со злостью. Мол, устроили тут цирк. Ну а как еще привлечь внимание к этому грязному делу? Ведь это не прихоть, а вполне конкретные требования закона. Грязные, не считаемые номера – это техническая неисправность, которую водитель во время движения должен устранять, невзирая на какие-то негативные погодные условия. Данная техническая неисправность также прописана Кодексом административных правонарушений. Акция продлится до 5 апреля. Вот только в другие дни с ведерком нечистоплотных водителей встречать уже никто не будет. Впрочем, дело здесь даже не в штрафах, протоколах и потерянном времени. Эстетическая сторона, как нам кажется, не менее важна. Согласитесь, уважаемые автолюбители, такие белоснежные номера смотрятся на автомашине гораздо приятнее и симпатичнее. Более того, ни один сотрудник ДПС никогда не устоит перед такой белоснежной улыбкой и, конечно же, отпустит вас с Богом. Петр Неупокоев, Александр Дудин. Новости по будням.